Павел Владимирович Кузенков Представляет собой попытку взглянуть на феномен христианского мученичества с общеисторической точки зрения и попытаться квалифицировать его как нечто противостоящее героизму, тому термину, который всем нам прекрасно знаком по недавнему нашему прошлому, термину, который несет в себе достаточно много общего с тем, что мы называем христианскими подвигами и в то же время является его существенным отличным феноменом. И вот на анализе этого явления я и хотел бы остановиться. Слово «герой», «героизм» вошло в языки всех современных европейских народов и представляет собой явление, свойственное европейской культуре нового и новейшего времени. Восходит оно к архаичному греческому понятию «герос», слово, которое по некоторым гипотезам имеет этимологические связи с русским словом «яры», «ярость», и в античной культуре обозначавшее полубогов, то есть персонажей древнегреческих и прочих мифов, которые обладали некими экстраординарными качествами и отличались от богов только одним. Они не были бессмертны. По мере развития античного общества, качества эти развивались в сторону от примитивной физической силы к воинским доблестям, впоследствии к мудрости, способности предвидеть будущее и, наконец, к хитрости, каковой обладал знаменитый герой античности Одиссей, Улис. В латынь слово «херос» вошло непосредственно из греческого уже как литературный топос, который означает, с одной стороны, мифологический персонаж такого полубожественного уровня, с другой – некий набор качеств, который признавался эталонным. И поэтому античная культура в определенном смысле слова может быть названа культурой героической. Особенно это характерно для древнеримской истории, где мы видим, на примере такого классического труда, как история Тита Ливия, прославление героев, прославление людей, которые своими подвигами несли вклад в рост и укрепление римской державы, в ее становление в качестве всемирной, универсальной империи. В этом значении римляне не употребляли слово «героизмус», такого слова не было в античных языках, но тем не менее сам феномен героизма, как мы его себе сейчас представляем, то есть феномен жертвенного подвига, был знаком античному миру. Любопытно, что в Средневековье мы не находим ничего похожего на героизм в его античном понимании. Возрождение этого понятия, этого феномена, этой культуры происходит в новое время, в Европе, дехристианизирующейся, в Европе, которая прошла уже через возрождение античности. Именно тогда, прежде всего в трудах немецких классических философов, формулируется представление о героизме как неком особенном образцовом духовном состоянии человека, представляющего собой идеального гражданина, то есть формируется концепция героизма как гражданской добродетели. В основе этой концепции лежит, в принципе, античная идея служения, служения обществу. С другой стороны, эта концепция еще в качестве своего фундамента имеет глубоко христианскую европейскую культуру. Поэтому подвиг героев в новоевропейском понимании – это всегда подвиг жертвенный и высоко моральный, в отличие от античных героев, которые могли быть, в принципе, с нашей точки зрения, аморальными персонажами. Но, что любопытно, культивация и развитие вот этой вот концепции героизма в новоевропейской культуре приводит к парадоксальным явлениям, к таким феноменам, как тоталитарные общества. Все мы с вами знаем, что общества, которые в качестве своей главной цели ставят интересы какого-то конкретного, отдельно взятого общественного слоя, будь то класс, будь то нация, будь то некая та или иная прослойка, такие общества способны мобилизовать колоссальный по своему потенциалу человеческую энергию, человеческие ресурсы. Эта мобилизация производится, в принципе, через создание неких идеальных образов, образов героев, подражание которым становится неким нравственным долгом каждого члена, достойного члена данного общества. Происходит героизация подвига, но в основе этих подвигов лежит совсем не то, что мы с вами привыкли считать высоко нравственными идеалами. В основе этих подвигов лежит служение идеи, служение идеологии, в лучшем случае служение нации, служение Родине. Несомненно, служение Родине в высшей степени высокая моральная ценность, но для христианина всегда высшей, гораздо более высокой этической планкой было служение Богу. Именно поэтому в Византийской империи, а всякий, кто занимался средневековыми государствами, знает, что и в Византийской империи, и в Древней Руси, и в средневековой Европе не существовало ничего похожего на героизм в нашем смысле слова. Мы не найдем никаких памятников героям войн в средневековых христианских государствах. Мы не найдем культа героев, павших в войнах с врагами, даже если это враги веры. В X веке византийский император Никифор II, как вы, наверное, знаете, предпринял попытку объявить мучениками воинов, павших в борьбе с мусульманским миром, который, как вы знаете, в течение веков окружал Византию, и фактически она вела непрерывные войны. И, казалось бы, что может быть естественнее объявить людей, которые пали с оружием в руках, защищая свою родину и свою веру, объявить их мучениками и установить их церковное почитание. Но такая инициатива не встретила понимания иерархии византийской, и византийская церковь сказала решительное «нет» такой инициативе императора. Для нас это очень важный момент. Почему? Вот именно поэтому я и постарался акцентировать внимание на том, что христианское мученичество по своим формам, иногда очень напоминающее античный и современный новоевропейский героизм, является принципиально другим видом подвига. В свое время император Юлиан Отступник, пытаясь каким-то образом принизить христиан, сравнивал и мученические подвиги с подвигами античных героев, а мартирии, то есть то, из чего впоследствии выросли христианские храмы, сравнивал с античными героонами, мавзолеями, которые воздвигались в памяти о каких-то великих героях древности. Другой полемист, споривший с христианством, пытавшийся его каким-то образом опровергнуть, Цельс и многие другие античные полемисты, враги, противники христианской веры, пытались уличить христиан в том, что в подвиге мученичества нет ничего, кроме страсти к театральным эффектам, что это лишь проявление некой гордыни людей, которые хотят красиво умереть на глазах у толпы. Такие обвинения, казалось бы, показывают, что античный человек абсолютно не понимал смысла мученичества. Но, с другой стороны, именно подвиг мучеников поставил крест на традиционной античной цивилизации с его культом эгоизма, культом ценностного релятивизма и определенного этического минимализма, связанного с тем, что высшей моральной ценностью в обществе признавалось государство. И подвиг мучеников, которые прежде всего противостояли римскому государству, которые наказывались прежде всего за неповиновение государства, за непослушание императору, этот подвиг мученичества показывал всему античному народу, всем людям, принадлежавшим к этой многоэтнической античной цивилизации, где были и латинские, и греческие, и восточные элементы, что есть ценности неизмеримо более высокие, чем ценности политические. И эти ценности настолько ясно и четко отстаивались верующими христианами, что с этого времени фактически возникает тот феномен, который нам с вами уже привычен – деление на мирское и небесное, на светское и духовное, деление, которое было совершенно неизвестно дохристианскую эпоху. Мученики как бы выявили для людей античности совершенно новый ультраполитический, надмирской, надсветский уровень, то есть который, как это ни странно, описывался тоже в политических категориях, в категориях царства, в категориях царства небесного. Христиане были своего рода гражданами этого небесного царства, и своим мученичеством они, в каком-то смысле слова, исповедовали свою верность именно царю небесному, которого они почитали выше, чем царей земных. Поэтому самым важным элементом мученичества является не только твердая вера, способность исповедовать эту веру перед лицом самых страшных испытаний и мучений, но главное, это должна быть чистая жертва. В свое время, когда в Римской империи были массовые гонения на христиан, становился вопрос, являются ли мучениками, и можно ли почитать людей, которые добровольно искали смерти. И надо сказать, что на этот вопрос был дан отрицательный ответ. И Эльвирский собор 305 года, и решение многих поместных церквей, в частности, Карфагенской церкви, четко признают, что человек, который добровольно ищет смерти или принимает мученичество с оружием в руках, не может признаваться в качестве святого, и не может почитаться и считаться образцом для подражания. Это очень важно именно потому, что впоследствии, особенно в новоевропейской культуре, ну и в исламе, имеют место так называемые террористические мученичества, то есть в кавычках, свидетельства об истине, которые приносят люди ценой своей жизни, но убивая других. Христианство и мученичество не допускают никаких, не только насильственных действий человека в отношении его оппонентов, но даже ненависти по отношению к ним. Это особенно важно, потому что уже Господь, чья смерть на кресте стала своего рода эталоном для всех последующих мученичеств. И первомученик Стефан, который тоже является первым таким общепризнанным мучеником в истории христианской церкви, они перед лицом смерти просили Бога Вседержителя помиловать своих мучителей, не вменять им в грех то, что они совершают с ними. И это своего рода подвиг любви, высшим проявлением которого является любовь к ненавидящим вас. Почему это так важно? Дело в том, что человек неверующий видит в мученике свидетеля истинности веры. Если он видит в этом хотя бы малейший намек на личный интерес или на какое-то естественное проявление, например, мстительность, какая-то попытка стяжать славу или что-то связанное с эгоистическими интересами, он сразу же для себя делает своего рода такое облегчение. Он понимает, а этот человек идет на смерть ради самого себя или ради каких-то своих целей. И сила вот этого свидетельства сразу же притупляется. Поэтому в древней церкви мучеников называли именно мучениками чистыми. В эфиопской церкви до сих пор даже летосчисление ведется по этой хронологии. Эра мучеников чистых, начиная с правления Диоклетиана. И вот эта чистота мученичеств, она тем важнее, что малейшая, скажем так, капля дегтя в этой бочке истинной, она способна дискредитировать мученичество как акт свидетельства об истинности веры. Именно поэтому так важно в наше время историческое исследование, связанное с деятельностью наших новомучеников, настоящего сокровища, которым обладает русская церковь и все мы, потому что ни одна другая церковь в мире не обладает таким великим даром, который послал нам Бог, таким сонмом новомучеников, людей, чья кровь, чьи кости не просто скрепили церковь русскую, но сделали ее, не побоюсь этого слова, лидером современного христианства. Потому что только в России есть возможность показать фактическую истину, фактическую верность народа христианского истинам христовой веры, показать на фактах, показать на именах. Это не абстрактные, в принципе, какие-то рассуждения философского характера, а настоящее свидетельство ценой о собственной жизни. И вот здесь очень важно понять, что для атеистов, для людей, которым христианство неприятно и неприемлемо, факт мученической смерти исповедников христовых является неоспоримым доказательством истины христианства. На так называемом атеистическом сайте я недавно нашел такую фразу, что невозможно признать, что христианство – это ложная религия, если мы признаем истинность христианских мученичеств. И единственный способ опровержения христианства в данной ситуации оказывается дискредитация мучеников. Попытка либо замолчать их подвиг, что в настоящее время практически невозможно в силу огромной документальной фактической информации, которая сейчас буквально прорывается в общество. И здесь остается другой путь – путь дискредитации самих подвигов мученичества. То есть доказать и показать, что за каждым конкретным подвигом стоял личный какой-то интерес, обида, либо какая-то человеческая слабость и так далее. Поэтому в задачу современных церковных ученых и, прежде всего, в задачу учебных заведений и православной общественности входит не только распространение памяти о мучениках, что необходимо, потому что мы практически не знаем наших мучеников, но и, прежде всего, скрупулезная работа над выявлением фактической стороны дела, то есть то, что в древности называли мученические акты. Сами по себе мученические акты имеют настолько сильное психологическое воздействие, что они сильнее даже литературных сочинений. И вот создание корпуса мученических актов новомучеников, мне кажется, является насущной задачей современности. Продолжение следует... Продолжение следует...